МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я приветствую вас, дорогие телезрители! Вы смотрите программу Уфа-Атлет. Я сегодня нахожусь в городе Кумертау. У моего товарища и друга Эдуарда Гебадулина. Именно ему я бы хотел посвятить сегодняшний выпуск. Потому что Эдуард Гебадуллин – один из самых известных титулованных атлетов нашей республики. Итак, программа Уфа-Атлет в Кумертау в гостях у Эдуарда Гебадулина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, город Кумертау. Эдуард Гебадуллин – один из самых выдающихся атлетов республики Башкортостан. Почему я так говорю? Потому что он является абсолютным чемпионом Башкирии, чемпионом России и функционером нашей федерации. И по этот выпуск я хотел бы посвятить Эдуарду Гебадулина. Эдуард, приветствую тебя. Приветствую вас. Как дела? Как поживаешь? Все хорошо. Работаем. Слушай, ну, смотря на твою форму, я вижу, что у тебя действительно все хорошо. И так понимаю, что годы над тобой не властны, да? Ну, можно так сказать. Я себя хорошо чувствую. В общем, у меня все хорошо. Слушай, ну раз я сегодня хочу посвятить программу именно тебе, а я это давно уже хотел сделать, Давай начнем с того, что познакомимся с телезрителем, с твоей спортивной именно судьбой. Как ты пришел вообще в спорт? С чего для тебя начался спорт? Это началось в 15 лет. Я тогда был худым и достаточно больным ребенком. Я отставал в развитии от своих сверстников. В общем, в юношестве я учился в техникуме. И как бы там были только мужчины. В общем, товарищ мне предложил систему Сандову, Сандова Евгения. Я по ней занимался год в домашних условиях. Она состояла из 12 упражнений. И количество повторений я начинал от 10 и прибавлял каждую неделю по одному-два повторения. По факту я дошел до 50-70 повторений в каждом движении. А потом, когда закончил художественную школу, пошел в тяжелую атлетику. Ребята уже там занимались, однокурсники. В общем, я за месяц их догнал и перегнал. Через год я выполнил первый разряд, через два кандидата. Когда ты узнал про бодибилдинг? Как судьба тебя свела с этим видом спорта? Ну, вообще я узнал из новостей и из газеты, что будут проводиться соревнования в субботу. В этом вот здании, в дворце угольщиков. Я пришел в тренажерный зал. Тогда он был практически единственный. Кворошнину. Говорю, хочу участвовать. Он говорит, ну соревнования завтра. Ну, я говорю, ладно, я готов. Ну что, он мне показал позинг, обязательные позы и все. И с этим я вышел первый раз на соревнования, практически не тренируясь в тренажерном сале. Ну, а я, Эдуард Гебадуллин, впервые увидел на сцене турнира, международного турнира «Мистер Уралф». Где тебе так пафосно объясняли. Эдуард Гебадуллин, город Кумертау. Сейчас ведущий так говорил, отчетливо и ясно выговорил. И в тот же тогда, в твоем произвольном программе, была определенная фишечка. Ты всегда садился в конце на шпагат. Как, скажи, тебе удавалось это сделать? У тебя, в принципе, всегда отличались мощные проработы ноги, но шпагат это вот прям у тебя всегда было. Ну, это заложено было с тяжелоатлетикой. Там обязательно разминочка и растяжка в конце тренировки. То есть это изо дня в день, в обязательном порядке. После тренировки была растяжка. Через полгода я сел на шпагат. То есть я до сих пор все так же делаю. После тренировки у меня растяжка минут 10. Я сажусь на шпагат до сих пор, без проблем. Первые твои соревнования проходили на сцене ДК Угольщиков. И где ты стал победителем Башкирии тогда, да? Здесь твои первые победы начались? Да, первые победы здесь 90-й год. 90-й год, весна, да. Первый раз чемпионом Башкирии я стал здесь. Потом как бы в этом же... Так, в 91-м я уже на Мистер Урал вышел. 91-й год? Да. В какой категории уступал? В категории до 70 килограмм. Занял четвертое место. Был некий такой раскол в Федерации Башкирии. Мы переходили из одной организации в другую. Я знаю, что в твоей богатейшей коллекции твоих наград есть медали разного достоинства и разных федераций. То есть ты выступал и под эгидой Айвбиби, и гидой Наба, Раба, да? Какие запоминающие тебя соревнования лично для тебя? В какой федерации какие победы и титулы для тебя важны были? В 92-м году я участвовал в Мистер Урал под эгидой Наба. Уже проводились в ростовых категориях. И там я встретился с Мистером Вселенной Питером Райтом. Он был в моей категории. Постояв с ним немного, я решил подкачаться. Лет на пять я перестал выступать. Это был для меня шок. И по своей наивности я полагал, что за 2-3 года я буду таким же. В каком весе ты себя всегда комфортнее чувствуешь? Что для тебя оптимально? Ну, в то время я из 80-ти не вылазил. Я до 80-ти килограмм всегда выступал. Сейчас комфортно 90-ти килограмм. Хотя сейчас 87-ти где-то я вешу. Себя чувствую хорошо. Если я Эдуарда в начале 90-х видел как выступающего атлета, то после того, как я вернулся из армии, это был уже 96-й год, мы с тобой встретились на первых соревнованиях, которые проводил Владимир Кононов, так называлась Ассоциация силовых видов спорта «Алимп», где ты также принимал участие. Ну и опять тебе не было равных. Ты все время, в общем-то, оставался в тройке победителя и побеждал эти соревнования. Да, ну да, 95-й, 96-й, 97-й год тоже участвовал я уже. Здесь проводились в «Прометее» уже соревнования. Построили этот комплекс. И первые годы очень популярно было здесь проводить соревнования. «Газпром» финансировал. И приезжало очень много знаменитых, известных атлетов. И даже чемпионат России проводился в 97-м году. Везде я участвовал. Потом был некий такой промежуток времени, когда ты ушел уже, да, со сцены, ты не выступал, и вот твой комбэк, в общем-то, в начале 2000-х годов, ты вернулся на подиум. Да, в Башкирии соревнования особо не проводились, лет 10 почти. В 2002-м я выступил в последний раз. Результаты начали падать немножко на России. Я второе-третье место стал занимать. Как бы решил отдохнуть немного, поднабрать формы. Наверное, и веса тоже. И какое-то время перерыв. Но перерыв затянулся почти на 10 лет. В 2011-м году я только сделал, попытался сделать форму еще раз. Но как бы по старинке уже не получилось. Пришлось много перевернуть в своих познаниях и готовить форму на следующий год уже более совершенную. Если посмотреть на протяжение последних лет, ты прям вот стал очень стройным, качественным, высухим. Сколько ты сейчас весишь? Сейчас 87 где-то. Но это мой комфортный вес. Я себя чувствую в нем. Круглый год, хорошо. Ну а теперь, друзья, я бы хотел плавно перейти к рубрике программы «Атлет-тюнинг», где хотел бы провести тренировку персональную с Эдуардом Гебадульным. Друзья, это тот самый клуб «Прометей». Я был в 1995-м здесь году на чемпионате России, который проходил здесь, в Кумертау, по версии НАБА. А для Эдуарда это его уже, можно сказать, родной спортивный зал. Это так ведь? Да, приглашаю всех на тренировку. Ну что, ребята, «Прометей», мы поехали. Качнем немного мышцы Эдуардом Гебадульным. Слушай, ну это невероятно. Я помню в 1995-м году, вот именно же здесь стояла сцена чемпионата России. Да, чемпионат России, сцена здесь была. Посадочные места, да. Ну это, слушай, очень уникально. Тогда мне казалось, это каким-то невероятным красивым залом. Тут, по-моему, застелены полы, были стулья, все стояли. Сцена вот эта эпичность со звездой такая, да, была? Не побоюсь сказать, что Эдуард. Это открытие этих соревнований. Мы не знали, что в этой категории есть такой сильный спортсмен. Так что, я думаю, земляки сегодня будут довольны. Это великолепное выступление атлета из Кумертау. Ну и уже по самому качеству мышц я вижу, как он трудоспособен. Потому что, чтобы сделать такой рельеф, тут уже мало подарков природы, тут уже надо серьезно работать. Такое сочетание обязательно приводит к успеху. Да, пожелаем ему удачи. Я думаю, удача его уже подстерегла на этих соревнованиях. Я это предчувствую. А как вы считаете, фортуна в таких делах помогает? Приехало большое количество атлетов здесь было, которых я вообще в первый раз здесь увидел. И сколько здесь проходили соревнования? В 96-й был Кубок Башкирии, а чемпионат России в 97-м в этом зале проводился. 50% от силовой недели. Количество повторений 25, 30 где-то. Ну, работаем в медленном темпе, чтобы почувствовать мышцу. В каждом зале есть свои особенности тех или иных тренажеров. И, в общем-то, конечно, ты понимаешь, в каких условиях некоторые атлеты добиваются чемпионской формы. С точки зрения конструктива не очень удобно, но с точки зрения ходов точно попадает в мышцы. После сгибания ног Эдуард уже нам приготовил свою фишку какую-то новую. Темп набирает, ребята. Эдуард у нас темп набирает. Заряжена тренировка. Отдых небольшой. Работаем в суперсерии. 30 секунд где-то. Ноги на ширине таза. Направление носки вперед. После бицепса полномера, когда он только его начинает заливать, фронтальное приседание со штангой на груди дает хорошее такое насыщение передней поверхности бедра квадрицепсом. Так, сейчас мы делать будем нырки, я их так называю. Вообще какая-то гиперэкстенция. Гиперэкстенция. Поехали. Так, ребята, что-то мне предстоит это делать. Я как бы это видел, как выполняется движение, но не уверен. И мне такое ощущение, что для второго варианта вот эта подушка мне потребуется не под коленами, а здесь на бетонном полу. Ну что, попробую, давайте я сделать это движение. Вот. Ну, я вам скажу, ребята, уже первый вариант достаточно сложный. И, в общем-то, если у вас нет многолетнего опыта, как у Эдуарда, у тебя уже сколько стаж тренировочный, если я не ошибаюсь? Больше 30. Боюсь, да, больше 30 лет. То я, наверное, вам это, ребята, не буду рекомендовать даже выполнять, потому что это своеобразное движение. Здесь, конечно, нужно делать это все с учетом ваших силовых показателей и, конечно же, под чутким присмотром тренера. Я не сделаю Эдуард это 25 раз. Ну, это я уже 100% так качественно, как Эдуард, не сделаю, потому что здесь нужен определенный навык. Ну, и если, конечно, посмотреть на бицепс бедра мой и Эдика, то у нас, конечно, преимущество Эдуарда должен, конечно, делать меня вот здесь в этих вариантах. Он меня вообще всегда делал в объемах на соревнованиях, поэтому... Третий, какая она штука была? Что я там должен был сделать? Третий вариант выпрямиться в линии с руками? Да, на вариантах. Держи, но ты же мне вызов-то бросил, я же должен это хотя бы попробовать делать, хотя бы сымитировать эту версию, да? Да. Горизонталь? Ну, желательно, да. И руки выпрямить, бросить вперед, да. Выбрасываем руки вперед, и все. Останок не выдержит? Нет, выдержит. Оп. Все, короче. Лучше не пробовать. Если это со вторым, то есть тяжело. Все. Три. Это не вариант, ребята, а пока что даже для меня. Но вообще, это такая штука познавательная была, и очень такая требующая определенного навыка. Тут вообще это очень мощно укрепляет колено, сустав и связку. Я очень так вот чувствую, что, в принципе, не мышца в большей степени устает, сколько первичная эта связка, да, включается в работу, подколенный, коленный сустав, а потом уже мышцы, потому что если связки слабые, ты его так легко не сделаешь. Вот этот вариант, он больше на нижнюю часть бицепса бедра, а первый вариант, который простой, это на верхнюю часть бицепса бедра. Там более задействовано чувствуется. Какие могут быть подводные камни в этом упражнении? Что нужно учитывать? Я так понимаю, конструктив тренажера, да, первичный должен быть? Потому что в разных залах это могут быть разные станки, я так понимаю. Ты с учетом именно относительно вашего зала? Для себя. Чтобы пяточка была прижата, и тогда нагрузка на бицепс бедра сразу попадает. Ну, Эдвард, спасибо, это хороший, ценный опыт для меня, потому что, ну, действительно, вот сейчас, даже через год, ты к этим вещам относишься по-другому, да. Сейчас пойдем делать суперсерию. Продолжаем. Да. Идем дальше, ребята, вторая. Приседания Зотмана. Приседания Зотмана. Второе упражнение у нас приседания Зотмана. Мой вариант выполняем в кроссовере. Постановка ног узкая, носочки, смотря вперед, стараемся опуститься почти до тасания пола коленом. Стоим на носочках. Ну, очень похоже на сизифовое приседание, только здесь эксцентрик веса немного по-другому, да, распределяется. Ох ты, как это, хорошо сейчас подгрузил это ноги, ребят. Прямо это, хорошая комбинация, хорошая комбинация вот этих двух элементов движения. Предыдущих, что мы включали, да, с изоляцией. Это достаточно изолированные упражнения. Ну, честно скажу, я его впервые выполняю. Вот, как Эдуард говорит, его не везде делают. Необычные ощущения. То же, как и в любом упражнении, здесь нужно навык наработать, осознать это движение через тело, а потом его уже делать так вот качественно и хорошо, как это делает Эдуард. Вот, стопроцентная рабочая комбинация движения. Но, опять-таки, говорю, это, скорее всего, больше связка для продвинутых атлетов, потому что новичку, который просто даже, ну, сложно приседать, это будет, ну, выполнить практически нереально. Правильно и с хорошей техникой. Ну, короче, ребята, сегодня Эдуард прям свои авторские заготовки выкладывает в готовый тренировочный сплит. И, в общем-то, логика его комбинации движения, она такая, правильно, потому что качество загрузки сейчас ног идет прям вот планомерно, поэтапно и по секторам отдельно. Это, ну, классное ощущение. Остановка ног узкая, носочками упираемся, стараемся опускаться до параллели. Классно, Эдуард, спасибо. Хорошие такие наработки, спасибо, что ты поделился с ними. На здоровье, приезжайте еще, мы будем работать другие мышцы. Ну что, друзья, это была рубрика «Атлет-тюнинг» с Эдуардом Гебадулиным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова